Виктор Михайлович, в дальнем прошлом произошла трагедия на Фукусиме, произошел взрыв на атомной станции. Насколько известно, Вы заранее, за два месяца, предупреждали о предстоящей катастрофе японцев. Расскажите, пожалуйста, как все происходило тогда? Япония – это сейсмически активная страна с очень высокой сейсмической активностью в самых глубинных, так сказать, трещинах земли, если бы можно сказать, коры земли. И в Японии ежедневно происходят по несколько десятков землетрясений. Вот алматинцы жалуются, что вот сейчас чуть ли не каждый день землетрясений. Но если взять Японию, то Алмата, то есть Япония превосходит, наверное, Алмату раз в 3-4 по количеству землетрясений. И не зря в Японии 300 больших станций контроля, землетрясений. Контроль уже совершившегося факта. И вдруг из Казахстана в правительство Японии, фемиум министру, через посольство сначала, поступает за два с половиной месяца письмо от ученых Казахстана, биофизиков, о том, что по их данным, прибор, который тестирует флуктуации геоплазмы, то есть возмущение геоплазмы, которое происходит в Корее, что в районе как раз Камчатки, Курил и особенно острова Ханчу, северной части, будут происходить довольно сильные возмущения геоплазмы, которые могут привести к землетрясению и даже к цунами. Если это землетрясение произойдет в глубинах океана. А это может произойти, потому что ошибка в данном случае составляет иногда 100-120 километров. В ту и другую сторону. Вот точка землетрясения по геокарте, по географической карте. Все это были документы даны и представлены японской стороне. И сначала японская сторона не отвечала, потом отвечать начала, что да, это интересный факт, но по нашим признакам, наших 320 станций, сколько я там примерно сказал, особых изменений активности не наблюдают. Не фиксируют, да? Есть всплески, но они происходят буквально чуть ли не каждый месяц и так далее. Вот. Откуда же вы знаете, что будет через три месяца? Нас это смутило очень. Похоже, что это чисто такие психогенные, так сказать, измерения будущих землетрясений. Таких много поступает сигналов и так далее. Мы опять дали письмо, уже через посольство, опять премьеру, что нет, это приборные, так сказать, данные без участия человека. Потому что человек – это человек, но когда мы используем уже не человека, бактерии или используем миксамицеты, грибы, или используем специальные, так сказать, древесные клетки, которые живут иногда несколько десятков лет, после срубания дерева в лесу, речь идет о листинице, допустим, о секвойе там в Америке или там о некоторых других видах деревьев, которые произрастают в разных точках мира, которые живут, там, 500 лет и более. Вот они являются индикатором, но они обладают памятью, памятью. Какая-то память, антитопильная память, а мы ей занимаемся и с водой, и с другими, уже давно. И биофизики не могли бы идти мимо. Почему? Потому что мы занимались ядерным полигоном, нас интересовало, а что дальше, почему перед ядерными и после ядерных взрывов сохраняется эффект последействия, когда нет механических колебаний, но и другие виды колебаний, гравитационные и другие, которые нам малоизвестны, а которые оставляют на воде память. Все это связано было и с сейсмикой. Поэтому сейсмик влиялось с одной стороны на, так сказать, в будущем толчки, то есть уже на сейсмико-механическую, вот эта биофизическая сейсмика, которая регистрировалась, она как бы переходила потом в механическую сейсмику, в геофизическую, которая вызывала вот эти удары, вот на станции этой, в Фукусиме. Ведь говорил же о том же, северная часть Ханчуи, точно как раз где находится Фукусиме. Ну, там опять-то мы получили перезьмо такое, что, ну, может быть, мы дали предложение, может быть, надо какие-то меры принять, но у нас нет ощущения доверия, как, так сказать, прогнозам казахстанских коллег по поводу землетрясения на Ханчу. Ну, значит, ну, что пришлось делать? Опять уже напрямую посылать письмо премьер-министр, раз в Японию ехали тут некоторые дипломаты, я им вручил это письмо, чтобы они вручили. Они вручили. Там вроде шума больше было, но никто не поверил опять. После поверили, только когда состоялся сам факт. А мы уже там конкретно говорили. Остановите станцию хотя бы на месяц, когда будет удач сейсмически, меньше будет всяких аварийных ситуаций. Ведь речь идет о стержнях, которые находятся в атомном реакции. Если они не вынуты и не изолированы, может произойти даже ядерный такой, аномальный такой взрыв тихий, что и произошло на фокусе. А они посоветовали, ой, это дорого, это вынуть стержня, это убытки для японской ногеечки, посчитали там, ой, не миллиарды, но где-то около полмиллиарда, стоит пять дней всего там, и так далее. А если, наверное, месяц, это гигантские цифры, и так далее. Видимо, Бадумыч казахстанский какие-то там сказали, а где было подтверждение, что это истина. Ну, примерно, видите, такая история. Снова мы проверили, и снова давали этот же сигнал, и вот наступил день Икс, так-то и гонуло на фокусе, что все зашатало, все заходило. И, конечно, стержни ударили друг от друга, и произошли от неприятности. Водородный взрыв, слава богу, водородный, а не ядерный. Водородный взрыв, который дал стоп страшный. Вот, и 35 километров, все, пришлось эвакуировать население. Погибло несколько тысяч человек, которые, японцы, которые там жили. Вот, и более того, еще в океане второй произошел ядерный, так сказать, не ядерный, а сейсмический взрыв, который поднял стоп, так сказать, вот этого, смерча, так называемого, как мы называем его в себя, на Черном море, там везде, смерч, или то, что, турбулентное такое явление атмосферы и воды, этот смерч пошел в сторону покусим и обрушился, опять-таки, на станцию, облил ее с головы, да как говорят, до ног. Станцию пришлось, говоришь, остановить, все убытки, которые мы говорили, они заработали, но уже, в десятикратном размере, как они посчитали потом. И вот это обидно было, я, конечно, не обижался, я знал, что примерно такая ситуация будет, вот, что не поверили, не поверили, потому что они приезжали сюда, после аварии, а как вы это сделали, а вот вы нам покажите, как, я говорю, мы вам ничего не покажем, потому что это патентное дело, при рецептах Казахстана, и так далее, и так далее, вот, многие просили, там, давайте объединимся, создадим международную, так сказать, сейсмическую комиссию, по прогнозированию, сейсмической опасности на земном шаре, вот, ЮНЕСКО готово помочь, уже у меня от меня были письма, от ЮНЕСКО, я говорю, это организация, уже подчиненная организация Соединенных Наций, то есть, и Женевы, давайте сделаем, они, значит, смеются все, ну, в Японии, если смеются, это значит, не совсем, так сказать, доверяют этому, хотя смеются отказанно, а что вы смеетесь, они говорят, ну, хорошее предложение, но никто у нас может не поверить, если не будут знать, как это все делать, я говорю, принципы у нас опубликованы, читайте, но суть у нас, БК, является тайной, потому что это ноу-хау, очень большой ноу-хау, который может дать огромный импульс развития науки, в частности биофизики, в этом, в Казахстане, в ближайших, так сказать, республиках Средней Азии и части России, речь идет о Сибири, там, Якутске, так далее, Якутске и прочее, вот, Владивостоке, вот, и это дело очень стоящее, почему, потом, Ирана просит, Турция просит, такие, центры им создать, и так далее, но это по силу только международному сообществу, давайте сделать, вот до сих пор сейчас идут переговоры, да, приезжают различные представители, никак не могут кое-какие согласовать, но движется все в этом направлении, вот я могу только об этом сказать, и последнее могу сказать, что показало Фокусима, Фокусима показало, что вот эти огромные изменения геофизической ситуации, в связи с этими турбулентами, то есть такими хаотическими спиральными явлениями в геоплазме, очень сильно губительно влияют на здоровье людей, на психи состояние, японцы подтвердили это тоже, массовые заболевания у детей, изменения в глазах большие, потеря зрения очень сильная, и так далее, в эти моменты, то есть это говорит о чем? Что мы на правильном пути, что у нас уже был договор с американскими исследователями, который заинтересовался ему, было 92 года, он заинтересовался нашими работами, сказал, что Инюшин прав, потому что сейсмик влияет более губительно на здоровье, даже чем солнечные вспышки, которые Чижевский тогда предсказывал, что они влияют очень сильно на здоровье, на психическое состояние, на агрессивность людей и так далее, почему? Потому что еще Ленин хотел почитать его брошула перед смертью, когда ему Ковская принесла Чижевского, это солнце и политические спокойствия мира, это, ну, геополитика, как сейчас называют, только там не Ибе, а космополитика уже получается, и там показано, что перед солнечными вспышками происходит революция, всякие войны, всякие беспорядки, там что только не происходит, это все Чижевский по статистике собрал, и все обобщил. То есть надо заниматься солнцем, надо уметь это солнце наблюдать и предсказывать будущие события на Земле. Но солнце далеко от Земли, там сотни километров, а под ногами ядро Земли, наше солнце внутреннее там, оно под ногами, 12 тысяч километров всего. И вот мы почему-то его никогда не изучали. Мы Землю знаем только на 12 километров, 12 километров всего. Остальные тысячи километров мы эти не знаем, 10 тысяч километров мы вообще ничего не знаем. Что там творится, какие-то обстоятельства. А ясно, что вот наши приборы, они чувствуют вот это дыхание ядра Земли, понимаете? И оно влияет и на здоровье, оно дает возможность предсказывать эти будущие катастрофы сейсмические. Вот сейчас мы сидим, и как раз тоже ожидаются небольшие сейсмические толчки. В Афганистане вот сейчас мы ожидаем, на юго-западе в сторону Ирана мы ожидаем, и у себя вот здесь. Самое неприятное, когда под городом, как было это 2 сентября этого года, вдруг произошли толчки. То есть трещина прошла от Теншани, Гималаев там и так далее, вот сюда, к нам. Под город, это очень плохо. Вот, и им пришлось удвоить усилия за наблюдением за состоянием города. Потому что в любой момент, если будет состояние критическое, мы объявим о опасности, катастрофе. За несколько дней, а иногда и за несколько недель можем объявлять. И можно подготовиться. Вы представите, что может быть в Алма-Ате в случае неожиданности. Зима трясения, почему? Это трудно даже себе представить, что произойдет. Больше погибнет от паники, от столпотворения, от засыпки ущелий, от строя беспорядочно, строя где попало на всех геономалиях и так далее. Когда там надо садить деревья, садить леса, садить растительный мир, чтобы это все охраняло нас от сильных ударов со стороны сейсмической стихи. Но вот, к сожалению, в советское время немножко слушались за это. А сейчас, значит, при капитализме, если так выразиться, очень слишком большую свободу дали вот архитекторам, землестроителям, люди покупают земли аж там в Медео, люди покупают земли в Большом Матинском, люди покупают земли в Эмизовке, в Горах, да? А что будет потом, никто не задумывается. А потом будет страшно, потому что ущелья могут замкнуться, и это будут гигантские эти коллективные могилы, братские. И не уехать ни на чем оттуда, ни на машинах, ни на самолетах, ни на вертолетах. Поэтому Хероси, Фухи, Фуха Сима, она показала, что пора объединяться, поэтому, что если мы объединимся, то будем иметь, так сказать, на вооружении систему контроля, и плюс у нас есть система и защиты, то есть антиэнтропийная защита от ударов сейсмической стихией. Вот это мы занимаемся с компанией Павлодаре, которая этим интересуется, и со многими другими, в том числе иностранными, так сказать, компанией Индии, которые находятся в Иране, в Турции. Почему? Потому что это очень интересная тема. Как ослабить эти удары, понимаете? Ну, что мы в Алма-Ате сделали? Ослабили удары по самому такому чувствительному моменту, как вождение автомобилей, когда человек тоже двух теряет контроль над управлением, как один вот на Копчегае, там 110 километров, на 110 километрах потерял, какого-то старика увидел, который сел ему на капот и с огромной седой бородой, и начал ему мешать, он в 2 часа ночи ехал, и он говорит, я ничего не мог сделать, я не пьяный был, это его проверили после этого. И он такой, там, пируэт сделал, что улетел куда-то туда, вниз, в кювет, кое-как сам живой остался, автомобиль разбил, повредил пассажиров, очень сильно своих, там, родственников, и так далее. Вот пример этот был. Сейчас таких примеров мало. В городе, допустим, на улице Сайна у нас, Абая, столько было аварий, чуть ли не каждый день. Мы взяли, там, завели нашу генератор-пирамиду, который вызывает упорядочение. Там они больше, на много размеров были, чем которые обычно в продаже в компаниях. Ну, это для квартиры, это для улиц. Ну, где-то диаметра 100 метров, 150, 200 метров. Удалось тогда сделать. нам дали деньги, кое-какое. И что произошло? В два раза уменьшилось, это все подтвердило. Я варенную обстановку, когда уменьшилось. Государственная инспекция, и тогда начали просить, там установили, ну, мы же на весь город не можем установить, завод надо, это надо делать, вы превращаете науку в какое-то производство, это так не получится, потому что у нас нет сил для этого. Это университетская наука, это фундаментальное исследование. Это, наконец, лабораторные потом исследования, и, наконец, первичные научно-практические, так сказать, внедрения. Но не массовое производство, вы поймите, а массовое производство имеет очень много своих нюансов. Там то надо, это надо, пятое, десятое, это очень много работы. А уж не говоря о коммерческой стороне вопросов, это еще более сложный момент, связанный с психикой человеком, восприятием всего этого, и так далее. Новые техники, новые, это совершенно принципиально новый, так сказать, подход, антиэнтропийный подход, борьба с энтропией. Энтропия нас хочет уничтожить вообще. Ах, что за энтропия? Мы ее создали, сами создали, теперь боимся. Почему? Потому что мы создали техногенную цивилизацию. Сами себе. Радовали. Нам так хорошо. У нас все электричество есть, там, 50-х, у нас прекрасные телефоны, могу позвонить кому угодно, экономия времени. У нас компьютеры, наконец, все подсчитают, все сделают. У нас, наконец, есть такие радиолокационные, так сказать, установки, в космос можем нам сообщения послать, куда угодно. Но мы забыли, что мы живые. У нас есть биосфера, вот это, наносфера, вот это, которая так, как оболочка бережна, охраняет все по нашу небеса, земли, и саму землю, ядро земли, и так далее. И таким образом мы тут живем как бы в такой колыбели, космической, геотетической колыбели. Ну, к сожалению, вот сейчас только начинают это понимать, в связи с многими удачами вот нашей работы. Но мы надеемся, что работа и дальше будет продолжаться в ускоренном темпе. Все отлично. Спасибо, Игорь Ленхарович, большое вам.